Всем привет! Меня зовут Даша на моём канале. На канале Игоник Дарьи. Я сейчас собираюсь на молодёжку. Ну, у нас по субботам... Прошлую субботу не получилось, потому что была рабочая смена. А в эту субботу всё получается у меня сходить на молодёжку. Единственное, что Лёшка себя не очень хорошо чувствует. И у меня есть внутри себя лёгкое выгрызение на тему того, что вот Лёшка дома, и я его оставляю одного. Но Лёшка сам предлагает сходить, поэтому... Если бы Лёшка сказал, нет, не ходи, останься дома, да, со мной вместе. Один разговор, но... Ну что, наоборот, говорит, сходи. Делаю себе сейчас косичку, потому что не хочется просто в хвостик идти. Вот. Сегодня, кстати, к нам... Ксюшка обед на выходные ездила к своим домашним. Ну, туда, в Подольск. И возвращается сегодня. Поэтому... Сегодня мы ещё пойдём встречать Ксюшку. Однозначно. Она приезжает 23 с копейками. Вот. Я... Ого! Вот. Смотрите, и овточка красивая. И... Мне в ней красиво. Собираюсь на молодёжку. Время ещё есть для сборов. Ну, как раз и собираюсь в ней. Вот. На улице у нас вот такая вот погода. Я выгляну её в окно. Рукой посмотрела, будет ли мне холодно или не будет. Ну, и решила, в чём я пойду. Ахахахааа. У меня там подмахиоли. Ну, боже... Это жёлто-быличные и так далее. Ну, понравилось. Ну, это вот для осень. Ой, давай всё покажем, вот. Хе-хе-хе-хе. Закончилась моя дождя встреча. Короче, ой. Я пришла посмотреть на красотуру Да в Омрянском Оооо Пенсалтан Вот Это еще в магазине Я взяла картошку Хочу с субсидекодельками сделать Ташку ремень по-тенецки всегда беру Я сейчас соберу Матрую молока Летчик чай и кофе Лешка любит И у него еще не проблема с пищеварением Купила ему такую вот штуку активировала Думаю что Попрос будет то что надо И поскакали Дым Дым И поскакали Еще красно-белая водичка И самое то же Вообще покаяться Вообще Ой Добрый вечер, Лешка Ой Я просила ему сделать чай так Как только подремать Но мы ж не можем делать чай без котов Понимаете? У нас тут коты Тикерка мне на руки села И говорит Огладьте меня Все Наглаживайте Ой 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 Моя лапочка Что случилось то? Что это? Чего? Тяху 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 Тебе под попку взять И под попку тебе взять И что мой Ой Делаю легкий чайок Такие сядь Тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир... Такие красивые, да? Тине,ушку пах-тине. А, если пойдем папу... ... дочку пойдем будем теть. Ну, пойдем, дочку будить... Мероприятие на молодежке прошло... ...классно. Хотели еще на столочку какой-то поиграть, но... .. честно говоря, людей не собралось все расходить людей не собралось, чтобы им поиграть, поэтому... Мне удалось, конфетки там всем раздавали, такие от батюшки, скажем так, вкусняшки всякие с бельсином, с мариной, с бананом, с ананасом. Сегодня я буду готовить суп с фрикадельками. Немножко подмела порядок, смотрите. На кухне что? На кухне я подмела, поубирала. Я в коридоре... ой, ау, щук. В коридоре я подмела. Тоже сделала красоту, здесь подмела. В комнате разгребла первое, я перелила столик, второе тоже поподметала. Оно такое же, по мелочи сделала. То, что могла от себя... Ой, санька! Красота! Там телевизор какое-то, кино идет, в общем-то так. Вопрос, который звучит просто. А покажите, как вы живете. А напишите, пожалуйста, что подразумевается под этим вопросом. Потому что... Вы эти имеете ввиду, покажите квартиру, да? То есть, как вы живете, или что? Потому что основа моего канала, вся основа, состоит из того, что я показываю на скайл, да? Я показываю, слушай, куда я ходу, как живу, где гуляю, где бываю. А завтра меня позвали на одну крутую штуку. Очень надеюсь, что получится. Очень просто надеюсь. В общем, посмотрим, как все пройдет. Хорошо, нехорошо, удачно, неудачно. В общем-то, те, кто меня смотрит уже давно, те знают, куда по воскресеньям меня готовы пригласить. Те, кто смотрит недавно, те еще не знают. Но те, кто догадываются сегодня, что будет у нас, поставьте на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, куда, на какое же мероприятие такое прям кайфовое меня пригласят. Я очень волнуюсь, очень переживаю. Надеюсь, что у меня все получится. И завтра воскресенье, завтра по канонам православных традиций, в принципе-то, работать нельзя. Поэтому к православным канонам завтра я работать и не буду. И вообще, я завтра планирую причащаться, хотя очень хотелось бы, планирую. Потому что в прошлый раз у меня не получилось, мне поставили смену, но и не получилось у меня в прошлый раз по причастию. Я бы не успела по времени подготовиться и все такое. А в этот раз я попробую лишь как успеваю и нормально. И вот те, кто долго не был от причастия, мало того, что у них теряется благодать, с которой они приходят к причастию, к чаше подходят. Так, помимо благодати, они долго не бывают на исповеди, а значит, долго и не каяться в грехах. Что тоже логично, да, то есть, если ты долго не причащаешься, ты долго не исповедуешься, ты долго не каяшься в грехах. И это очень большой минус. Потому что без причастия душа как будто в клиническом сне, да, как бы она... Ее поддерживают там какими-то своими... Вот я же и говорю, что без причастия человек живет, как на ИВЛ, да, то есть, его что-то поддерживает и все. То есть, он как бы в клиническом сне спит. Он не может проснуться. Он не может жить достаточно полноценной жизнью без причастия, как бы. Но когда человек причащается все-таки, да, в конце концов, он благодать Божию в себя внимает. Это много что значит, да, как бы много о чем говорить. Поэтому не зря же на древние времена, в древней Руси, если ты 5 месяцев не был у причастия, тебя отлучали, да, от церкви. Не зря же так было, да, потому что если ты туда не ходишь на причастие, то смысл будет. Вообще, Господь же нам дал на Тайный вечер тело и кровь свою, для того, чтобы мы это внимали, для того, чтобы мы принимали в себя тело и кровь. Он же не просто так нам указал, да? Для того, чтобы мы в себя принимали его тело и его кровь, за то, что он пострадал ради нас на кресте. Поэтому, ребята, скажу вам так, чем счастье здесь чаще, а будет вам счастье. Это факт. Однозначно. Я делаю супчик со вкусной зажарочкой. Я решила в этот раз зажаркой сделать. У меня фарш куриный заготовлю заранее. И будет очень-очень вкусно. Я уже почти доварила суп, у меня осталось буквально всё последнее, что он сварится. Тем, что я немножко риса добавила, кстати. В общем, сварится и всё. Можно сказать, что с едой на сегодня окончено, но в плане её приготовления осталось в её потреблении. О, останется её потребление. Так что, ребята, пока так уже. Сижу, просто жду, когда оно окончательно доварится. Вот, я отдыхаю. Ой, тигренок. У меня Лёшка льва пока, да. Маленький лев. Скажи подписьмо. Врачащий. Да-да-да-да-да-да-да. Врачащий ребёнок. О, да у нас там своих ребёнков полно. О, краса... красиво. Я собираюсь, ребята, скидывать файлы для монтажа, потому что ролик-то смонтировать хочешь не хочешь надо. Ну, точнее, хочешь, да, надо смонтировать. Я собираюсь поскидывать файлики для монтажа, чтобы они хотя бы уже точно были на компьютере. И можно было ролик монтировать, потому что... Хорош. Потому что... Влог должен сегодня выйти, но завтра максимум. Субботний. А это надо как-то... А, я поняла. Всё, ребята, поняла. Она мне пишет, что невозможно, я поняла. Всё, о, повторить попытку. О! Идеально. Закинулась, в общем-то, я буду сейчас монтировать... Ну, начинать монтировать влог, скажем. Сейчас пару кадров потом засниму, но в любом случае оно уже будет почти готово, а это как бы большой плюс. Знаешь, у тебя какой-то тут страх. А если не знаю, что ты решишь здесь. Вешаем вещи. Кстати, ребят, я воспользовалась вот этим вот кондиционером, который я купила в капсулах. Скажи, понюхай и скажи. Как по ощущениям? Ну, что... Чем? Вкусно пахнет. Просто кондёр в капсулах купили. Решила попробовать. Ну, который капсула в гранулах, кстати. Это... Что? Вообще почти сухие. Ну да, это мои... Типа полулосинчики. Такие зимняя тёплая штучка. А это плать. Да. Это платье. Это платье. Слушай, кисушка. Да. Это кисушка. Кисушка-дёчка. Кисушка-дёчка. Наши камеры были маленькие. Ну? Была в том, что она... Она снимается высоким разрешением. Действительно крутой. Ну? Ну, она сделает 30 кадров в секунду. Угу. Я нашёл... Как это называется? Неросит. Ну? Который умудряется... Изменять количество кадров в секунду. То есть, своими машинными мозгами. Угу. Она достраивает необходимое... Там... Количество кадров. А скинешь мне эту неросить? Вот. Я хотел попробовать, что получится. Потому что, в принципе, в принципе, можно сплетануть на... А... А... Стрехсотку. Ты помнишь, такая камера на длинной ручке? А, помню. Она сама не вертится, но у неё там встроенная стабилизация есть. Угу. Угу. На ручке, который у себя батарею представляет. Вот. И с двумя экранами. Один экран под объективом, чтобы делать селфи, да? Да. А второй экран на батарею. Да. Вот. Она стоит около... 12 тысяч. Угу. КАДРА ДРОРОВ И СЕКУДА. Угу. И если... Эти тридцать кадров в секунду превращать в 60... Угу. А звук? Ну что? По звукам там сложно. Мы пришли на правильную платформу. 22 минуты, он приезжает 27, как мы выяснили. Так что скоро-скоро будет. Ожидаем. Это Москва Климов. Климовский поезд, который на Москву уедет ночной, который до Москвы. Возможно, когда мы будем в будущем, мы на нём и прокатимся. Ну да, Московский поезд. Лёжка идёт мимо этого Московского поезда. Мы гуляем, ждём. Мы предполагаем, что второй вагон будет с этой стороны. Потому как с головы поезда, значит, не нужно. Да, и голову аж сюда протянут. Так что, чтоб потом не бивать, подскакать и подскакать. Мы вот сюда подскакили, подскачили. В общем-то, я уже готовлюсь ко сну. Ксюшку встретили. Входили ещё в ночник. Водычки купили. Вот. Готовимся ко сну, ребят. Поэтому сейчас я поглуюсь и буду ложиться спать. Потому что завтра у меня ответственный день. Так что, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы видео не пропускать. Всем хорошего настроения и всем пока.